Музыка Часто здоровым людям кажется, что проблемы инвалидов их не касаются. Это какой-то отдельный мир. Между тем, по статистике, 10% населения страны – инвалиды. Если прибавить сюда членов семей, друзей и родственников, то становится очевидным, что проблемы инвалидов касаются, возможно, половины всего населения. Во всем цивилизованном мире проблемы инвалидов обсуждаются и решаются на государственном уровне. В нашей стране, к сожалению, вопросы безбарьерной среды, профессиональной востребованности и обеспечения активной жизни инвалидов начали обсуждаться совсем недавно. Образцом должного отношения к этим вопросам стала организация Паралимпиады в Сочи. Но в нашей повседневной жизни о больших успехах в решении проблем инвалидов говорить пока не приходится. К счастью, в нашем обществе есть благотворительный фонд «Урал», для которого поддержка инвалидов – одна из приоритетных задач. Будь то строительство реабилитационного центра, поддержка детей на играх победителей или помощь паралимпийцам. Буквально за последние недели благотворительным фондом «Урал» сделано еще несколько добрых дел в поддержку инвалидов. В их числе – передача специального горнолыжного кресла и пяти инвалидных колясок активного типа, общество инвалидов «Факел» и финансирование мероприятия «Небо, доступное для всех» на аэродроме Первушины, благодаря которому инвалиды смогли испытать себя в прыжках с парашютом. Основная работа общества инвалидов «Факел» связана с поддержкой спортсменов-инвалидов, в числе которых спортсмены паралимпийской сборной России, чемпионы страны и Европы, призеры международных первенств. Все они признают – инвентарь, так и называют инвалидные коляски для занятий спортом, в соревнованиях имеет огромное значение. Если бы не постоянная поддержка фонда «Урал», помогающего их приобретать, вряд ли были бы возможны и такие яркие победы наших паралимпийцев. «Сейчас мы фиксуем на самых современных колясках, которые позволяют индивидуально адаптировать под каждого спортсмена, что, естественно, дает свои результаты. Тихонько, постепенно пришел, потому что стал чемпионом России на рапиде, неоднократно в команде. В этом году вот такое знаменательное событие, мы с Мазаркиным и Сергеем в составе сборной России в командной рапиде забрали золото, стали чемпионами Европы. Это, мне кажется, очень такое событие. Мы были серебряными призерами с Маратом в команде, в 2010 году в Париже, в Гранд-Палас, самих французов за вход в финал мы убрали. Нет, тогда, надо говорить, что это был чемпионат мира. Да, да, это был уже чемпионат мира. Тогда в составе сборной России еще занимался Иван Андреев, который сейчас занимается большим теннисом. И тоже ездит на колесках, которые пунктами фундамент. В общем, он и тренируется тоже. Да, и тренируется, и ездит. Поэтому оценить тот вклад, который приносит инвентарь в результаты, это, как говорится, нельзя его недооценить. Потому что по обеду складываются из таких кубиков в Италии, которые, в общем, создают картину, которая получается красивой. Если какая-то из этих деталей сделана некачественно, то обязательно будет сбой. Поэтому нужно сказать свои слова благодарности от чемпиона Европы. Взять, к примеру, горнолыжное кресло. Благодаря этому креслу спортсмены, наконец, смогут попробовать себя в этом паралимпийском виде спорта. А ведь это первое кресло в республике и всего второе во всей России. До конца года благотворительный фонд «Урал» передаст обществу инвалидов «Факел» еще одно такое кресло. Так что, возможно, в будущем на паралимпийских играх в горнолыжном спорте отличаться именно спортсмены из Башкортостана. В фонду поддержки фонда «Урал» мы теперь можем приобретать спортивный инвентарь для паралимпийских видов спорта, который отвечает всем современным международным стандартам и требованиям. Сами, наверное, знаете, тут здесь у нас находятся спортсмены сборной России, паралимпийской сборной России по фехтованию, по настольному теннису, по теннису на коляске большому. И они очень хорошо знают, насколько важно в спортивной борьбе, в достижении высших спортивных результатов, качественной современной спортивной инвентарь. Пять новых колясок активного типа, которые подходят и для занятий спортом, и для активного отдыха, получили. Ильшат Батталов – спортсмен паралимпийской сборной России по фехтованию. Эренбург Миксонов – мастер спорта России и член сборной страны по настольному теннису. Общественные деятели, вложившие немало сил в развитие спортивного туризма в Башкортостане – Менеслам Вахитов и Альберт Шайкамалов. Спортсмен паралимпийской сборной России по пауэрлифтингу и активный общественный деятель Олег Ротов. До конца года запланировано приобретение еще пяти таких же колясок активного типа. Надо отметить, что стоимость каждой коляски – более 200 тысяч рублей. В последние годы паралимпийцы из Башкортостана успешно выступают практически на всех крупных российских и международных соревнованиях. По словам председателя правления общества инвалидов «Факел» Марата Юсупова, сегодня примерно треть всех наград фехтования и теннис на колясках в общую копилку приносят именно наши спортсмены. Финансирование оборудования для спортсменов осуществляется за счет благотворительного фонда «Урал». Я думаю, что при помощи этой коляски, те пригороды, которые для меня были до этого преодолевать тяжело, буду, наверное, преодолевать легче. Ну, в общем, будем заниматься, развиваться и будем тоже, как говорится, добиваться, чтобы в нашей жизни с каждым днем становилось легче, чтобы меньше было барьеров, меньше было препятствий. И еще раз вам спасибо. Спасибо фонду «Урал» и спасибо Юсупу Марату, руководителю организации «Факел». Ильшат Баталов и Олег Ротов стали инвалидами в результате участия в боевых конфликтах на Кавказе. Сегодня Ильшат Баталов – член паралимпийской сборной России. Олег Ротов возглавляет российскую паралимпийскую сборную по пауэрлифтингу. У каждого спортсмена своя дорога к спорту. Есть и такие, кто добился успеха сразу в нескольких видов. Например, Иван Андреев стал мастером спорта международного класса в фехтовании, а затем перешел в большой теннис. Не исключает он для себя в будущем и горнолыжный спорт. Я занимался в одно время, то есть медленно спортом одновременно. То есть плавание, фехтование и большой теннис. Тоже участвовал на двух паралимпийских играх. В Бикини, в Лондоне. Занимал в городовом статусе серебряный претербург чемпионата. В первом и десятом году был чемпионом Европы в одиннадцатом году. Потом, после паралимпийских игр в Лондоне, я завершил карьеру фехтовальщиком. В тринадцатом году летом я вернулся в большой теннис. И благодаря Богу, это вольный фон ГУРА, нам вручили коляски теннисные и активного типа. Все мы знаем, что спортсмены – люди волевые и мужественные. А спортсмены-паралимпийцы – тем более. Благодаря и финансовой, и моральной поддержке на родине, а также современному оснащению, вне всякого сомнения, спортсмены добьются еще больших успехов. Ваша классная коляска, легкая. Даже не чувствуется, что у меня подобная коляска есть. Вот фонду спасибо большое. Он не только нам коляску подарил, даже вот в этом году подарил поездку в Сочи на паралимпийские игры. Мы съездили. Спасибо Флюру Нурлагаяну, который он повез через фонд «Урал». Спасибо Рахимову, нашему первому президенту, Муртазу Губайдаловичу. Нам в 2000 году Муртазу Губайдаловичу коляску подарил. Бельгийские коляски тогда были. Я получил только не активные коляски, а такие коляски были. Ему спасибо большое. Дай Бог ему здоровья. Прыжок с парашютом – это расстоящее приключение, о котором мечтают многие люди. И мечта эта остается только мечтой даже для большинства здоровых и физически крепких людей. А для инвалидов она кажется несбыточной. Благодаря проекту «Небо, доступное для всех», который в нашей республике финансируется благотворительным фондом «Урал», на днях свою мечту смогли осуществить 15 человек – членов российского общества инвалидов. Событие это состоялось на аэродроме Первушина. С благотворительным фондом «Урал» у нас очень тесная связь. Большинство мероприятий проходят именно при их финансовой поддержке. И за счет того, что у нас продолжается это сотрудничество, наше мероприятие охватывает до 300 человек участия, до 60-70 человек инвалидов-колясочников присутствовали на недавнем у нас турслете. Общее количество людей было 300 человек. То есть благодаря именно нашей дружбе и спонсорской поддержке мы на территории Республики Башкортостан ведем очень активную работу среди людей с ограниченными возможностями. Давно хотела и с парашюта прыгнуть, когда еще даже здоровая была. Папа у меня был десантником, поэтому у меня всегда как бы стремление такое было побывать и испытать те же самые чувства, которые испытывают в небе. Хотела бы посмотреть на землю сверху, с высоты стичьего полета. Прыжок с парашютом. Мечта, конечно, давняя, потому что у меня братья служили в ВДВ. То есть это с детства уже было такое желание. А вот воплощение вот сегодня произойдет. Немножко, конечно, волнительно. Ощущение, как перед соревнованиями. Что вы здесь делаете? Ну что я с парашютом решил первый раз попробовать прыгнуть. Вот решил. Есть такая возможность. Вот нам поддерживает первый президент Республики Башкортостан. Вот он нам дал такую возможность. Спасибо фонду «Уралу» огромное очень. А скажи, пожалуйста, не страшно тебе? Ну, пока не могу сказать. Вот непонятно. Ну, чуть-чуть есть такое, что страшновато. Как утверждают специалисты, при соблюдении всех правил и техники безопасности прыжок с парашютом спорт не более опасный, чем, скажем, езда на велосипеде. Но согласитесь, для того, чтобы осуществить такую мечту, нужна большая смелость и сила духа. Тем более, если спортсмен – человек с ограниченными возможностями. Как уже было сказано, программа «Небо, доступное для всех» – всероссийская. Но далеко не во всех регионах ее удается реализовать, поскольку прыжки с парашютом – дело не дешевое. Первые полеты были на автожире в прошлом году. Там человек 10-15 смогли полетать на автожире. А в этом году уже более расширена программа для членов Башкирской республиканской организации, чтобы они могли испытать разные летательные аппараты, прыгнуть с парашюта. А вообще, эта программа «Небо, открытый для всех» реализуется Российским спортивным союзом уже два года. Хотя история создания идет с 90-х. Программа реализуется при поддержке Болтернафонда «Урал». И вот один из этапов здесь, сегодня в Башкирии. Ребята смогут получить новое ощущение, обрести уверенность. А за ним прыгали в парашют? Да, в 98-м году, 4,5 тысячи метров. Я все виды, я сам на себе испытываю, поэтому все летательные средства. И планирую вот на планеры пролететь 500 километров в августе с ручным управлением. Что вы вообще испытывали в первые самые прыжки ваши? Разные ощущения, но ощущение того, что ты это сделал, ты это смог. Ты это смог, и все остальные события в жизни можешь преодолеть. Это не самое страшное, но в любом случае, не каждому человеку удается полетать. Да, когда ты полетал, ты раскрываешь, сливаешься с этим небом, и какую-то новую реальность ощущаешь. И вот эта высота, к которой ты поднялся, она тебя в жизни поднимает на какую-то новую высоту. Действительно, прыжок с парашютом для инвалидов – это не только незабываемое впечатление, но и огромный шаг к активной жизни. Ощущение того, что ты это можешь, сделал, будет поддерживать человека в самых трудных жизненных ситуациях. Кто прыгает, знает, да? Значит так, прыгаем, смотри, Горякеева, Сахно, Хабибова и вот этот товарищ. Возможно? Видео всем надо. Всем. Как настроение? Смешательно. А прыжка что ожидаете? Тоже 53? Да. Хорошо. Перед прыжком каждый спортсмен проходит необходимые медицинские обследования – пульс, давление, температура. Самочувствие должно быть идеальным, ведь прыжок – большой стресс для организма. Кстати, некоторые спортсмены не удержались и пошли на второй прыжок, который по всеобщему признанию еще более сложный психологически, чем первый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...